Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Итак, переходим ко второму варианту развития бойцовского IQ. Это наработка боевых ситуаций. То есть ты моделируешь какую-то ситуацию, которая может произойти в бою, и отрабатываешь ее на мешочке, стараясь вложиться максимально. То есть я тебе сейчас покажу такие основные ситуации, которые можно отрабатывать. Но также можно брать любую, которую ты там видел или хочешь отработать. Итак, переходим ко второму моменту. Такой момент будем нарабатывать. Левый прямой бьешь, попадаешь противника. Левый прямой ударил, попал в голову. Имитируем, как будто противник отвечает любой удар, не важно там, отвечает тебе прямым, или миддлкиком хочет достать под твою руку, да, под прямой. Мы отпрыгиваем назад сразу, разрываем дистанцию. Что мы делаем? Прямой. Так, попал, оп, и сразу на двух ножках разорвал дистанцию. То есть не ждешь от противника там каких-то действий, потому что они могут быть молниеносными. А наша задача разорвать, расслабить противника. Для чего это? Вот как раз для того, чтобы расслабить. То есть противник получил удар, оп, видит, что ты отошел. И сразу расслабился, уже там идет на тебя. А ты в ответ сразу в прыжке встречаешь его фронт-хиком. Вот такая вот наработочка. Прямой разорвалик, и в прыжке сразу достаем в корпус, пробиваем. Если он расслабляется и идет, он получает навстречу. Если он остается на месте, он получает назад удар. И такая работа. Мешочек почувствовал. И в прыжке сразу достал. Оп, упал, ушел. И в прыжке сразу достал. Вот эта наработка фронт-кика в прыжке, она будет для тебя, возможно, вначале немножко тяжелая. Но ты отработаешь, отличный такой удар. Для улицы тоже хорошо подходит. Когда с дистанции к противнику подходишь. Если там какая-то ты видишь сразу конфликтная ситуация уже идет, или товарищ, или девушку обижают уже явно, да, когда уже разговаривать, ну, не о чем. И ты с дистанции сразу можешь влететь фронт-тиком в прыжке. Человека сразу выносит. И уже дальше решать вопросы. Вот такая вторая наработка. Переходим к третьей наработке. Она такая очень практичная, именно для поединка. Какая ее суть? Ты наносишь с места middle kick, да, начинаешь свою атаку первую, пробил middle kick и выставляешь блок от middle kick противника. То есть то, что мы делали в первой наработке, да, когда имитировали удар противника, выставляли блок и отвечали, то же самое может сделать и противник. То есть мы начинаем атаку middle kick, он выставил блок и ответил сразу. И мы выставляем блок на его ответ и добавляем ему сразу два прямых в голову. Очень неожиданные такие удары. Уже идет, внимание, все ушло в ноги, да, противник, получается, выставляет блок от нашего удара, нам отвечает и получают два прямых в голову. Руки опускаются. Даже если одна рука идет в защиту, ее можно пробить. И вот такая наработка. Начинаем middle, блок, и сразу два прямых пошло. Опять middle, блок, два прямых. То есть блок, не важно какой ногой ставить, ты уже блоки ставишь от противника, да, смотря какой он будет отвечать ногой. Или одноименной, или разноименной. Поэтому, когда на отработке, ты блоки выставляешь разные. Так же, можно утарить правый middle, левый блок и добавить двойку. Можно утарить правый middle, правый блок и двоечку добавить. Такая отличная наработка, такой конкретной боевой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok